хорошая но вообще-то нам очень хотелось понимать на сани отречи не знаю а что потом и т.д. и так далее так далее так далее и так далее и так далее и так далее да не так далее сейчас нечего подумать как бы это отвечать получше конечно хорошо но недостаточно ну а я вот вижу красоту в логике и так далее Меня зовут Данил Владимирович Мусатов. Я работаю на кафедре дискретной математики уже почти 15 лет и читаю курс «Математическая логика и теория алгоритмов». Это был первый мой курс на физтехе. И со временем он немножко разросся, и небольшая его часть вылетела в курс «Основы в комбинатуре и теории чисел». Вообще целей у курса несколько. Можно сказать, что годовой курс логики – это вообще довольно много для российских университетов, а еще и несколько недель в другом курсе – это видео максимум среди всех. И цель у такого объема логики разнообразная, как и вообще у изучения логики. Первая цель – это изучить логику и ее применение внутри математики. Потому что логика – это язык. Это язык, на котором и записываются утверждения, и записываются рассуждения в математике, причем во всех областях – и в анализе, и в алгебре, и в теории графов. В чем угодно используется язык логики. И вот первая цель – это изучить этот язык, ну и освоить его, учиться использовать и немножко изучить, ну, как бы, его особенности. Потому что вообще исторический интерес к логике возник в конце 19 века, когда в математике обнаружились парадоксы. Типа парадокс Бродобрея, да, или еще чего-нибудь такого. Парадокс Бродобрея – следующее, значит, есть Бродобрей, и ему поступил приказ – брить всех, кто не вреется сам. Вопрос, должен ли он брить сам себя. И, с одной стороны, если он вреет сам себя, то вроде он подпадает под условие, что он вреется сам, и поэтому он не должен себя брить. Но если он не бреет сам себя, то он, наоборот, подпадает под условие, что не бреется сам и должен себя брить. Такого рода парадоксов в самореференции известно несколько. И вот одна из целей вообще разработки формального языка – это как-то от них избавиться, сделать какую-то систему аксиом, в которой они бы не возникали, что-нибудь такое. Вторая цель – это такая более прикладная цель, да, значит, что вообще булева логика – это область, которая активно используется в приложениях, да, например, в решении разных там задач о пополнимости, да, или о чем-нибудь. Что у этого много приложений в том, что называется исследование операций, ну и, соответственно, нужно освоить, что такое булева логика, как с ней работать. Чтобы потом это где-то применять. Еще один небольшой, но важный фрагмент курса, имеющий предполагающее значение – это лямбда-исчисление. Да, то есть вообще вот блок, который называется «теория алгоритмов», связан, в принципе, с таким философским понятием вычислимости, да, что такое вычислимое, что такое невычислимое, как отделить одно от другого. Вот, и есть немножко особняком стоящий блок лямбда-исчисления. С одной стороны, лямбда-исчисления – это альтернативное понимание того, что такое вычислимое, что такое невычислимое. С другой стороны, это теория, которая лежит в основе техники функционального программирования, которая во многих случаях практически полезна. Курс построен вокруг нескольких тем, ну и в каждой теме есть некоторая большая теорема, такая красивая или удивительная. Вот, и еще есть теорема, которая как бы весь курс завершает. Ну, например, значит, вообще глобально курс разбит на три больших части. Первая часть – теория множеств, вторая часть – это, собственно, логика, и третья часть – это теория вычислимости. Ну, у них там есть свои подразвинения. Ну, и, например, в части множеств есть парочка таких красивых теорем, не всегда мы до них доходим, но, по крайней мере, всегда упоминаем. Значит, одна теорема, так называемый парадокс Банахатарского, о двух апельсинах, который заключается в следующем, что можно шар, обычный шар, разрез на несколько частей, как-то их повернуть, передвинуть и собрать два шара точно такого же размера. Вот, то есть понятно, что у этих частей не может быть ничего типа объема, потому что объем, конечно, сохраняется при поворотах и сдвигах. Вот, у них объема нету, и за счет этого, получается, что у них как-то там все точки покроют, никаких пустот не останется. Вот, ну и так это же можно итерировать, если вы из одного шара сделаете два, потом из двух можно сделать четыре, да, из четырех восемь и так далее. Вот, и на самом деле теорема такая, что если вообще там хоть маленький шар в одну фигуру вмещается, а другая, наоборот, сама вмещается в большой шар, то тогда первую можно разрезать на части и из них сложить вторую. Вот такое удивительное, неинтуитивное совершенно заключение. Изначально это называлось парадоксом, именно потому, что люди не могли в это поверить, но потом как-то свыклись, что все эти там действительные числа как-то странно себя ведут, и там такие штуки возможны. Вот, ну а вторая тоже интересная теорема, немножко более математическая, ее сложнее пощупать, но теорема о том, что существует аддитивная, но нелинейная функция. То есть f от x плюс y это f от x плюс f от y, но при этом это не есть умножение на константу. И это функция вот обычных действительных чисел. Вот, значит, это вот в первой части, в теории множеств. Значит, вторая часть это логика, ну и там главное есть две теоремы Геодоля, одна теорема Геодоля о полноте, а другая о неполноте. И они, на самом деле, одно и то же, но в разных системах. И вообще, это вот еще одна общая мысль, особенно в части логики, но и во всем курсе, это что мы изучаем, как язык, и то, как мы выстраиваем символы друг за другом, там, в формулах, в рассуждениях и так далее, связано с тем, что на самом деле происходит. То есть, как язык, то есть цепочки символов, связаны с какими-то реальными вещами, ну, реальными, конечно, в математическом смысле, то есть, там, точками, числами, графами и так далее. И оказывается, да, что катерема о полноте, что можно ввести систему аксиом и правила обращения с ними, что можно вывести любую абсолютную истину. Да, но это называется общезначимая формула, да, там есть какие-то логические операции, там, какие-то квантеры там существуют для любого, какие-то другие значки, типа, там, плюс умножить, там, или меньше, или равно. Но если мы не будем на самом деле смотреть на то, что эти значки означают, они будут считать, что плюс это плюс, а плюс просто какая-то штука, которая берет два элемента и возвращает третий. Вот, тем не менее, некоторые утверждения все равно будут верны, да, чтобы этот плюс не значил и к чему бы он не применялся. Значит, вот если формула всегда верна, независимо от того, что в ней означают разные символы, то такая формула называется общезначимой. И теорема о полноте говорит, что все общезначимые формулы можно вывести из некоторой системы аксиом. Вот, это полнота, что все можно вывести из какой-то системы аксиом. А теорема о неполноте, с другой стороны, говорит, что если там важно, что означают эти знаки, и плюс это именно плюс на натуральных числах, да, умножить это именно умножить и так далее, то тогда наоборот. Тогда нет такой системы, чтобы все можно было вывести. Точнее, нет системы, чтобы все истинное можно было вывести, а все ложное нельзя было вывести. Теорема, что в любой такой системе либо есть то-то истинное, что нельзя вывести, либо есть противоречия в выводе и вообще можно все что угодно вывести. Ну и на самом деле теорема Гёделя объединяет и вычислимость тоже. В вычислимости тоже есть очень интересные теоремы. Например, неразрешимость проблемы остановки, что невозможно по тексту программы понять в общем случае вообще, что она делает. Конкретно проблема остановки, нельзя понять, остановит программу или нет. Ну вот, оказывается, что это, соответственно, связано с теоремой Гёделя, потому что в арифметике можно кодировать вычисления алгоритмом и наоборот. Алгоритмами можно кодировать рассуждения в арифметике. Соответственно, есть вот несколько таких очень ярких теорем, и разные части курса построены на том, что мы к ним постепенно движемся и в конце концов их доказываем. Ну, а вообще, трансфинитная индукция — это вопрос про то, что будет после многоточия. Мы перечисляем натуральные числа. Кстати, я люблю с нуля начинать натуральные числа. Это очень удобно в многих случаях, именно в логике. Вот натуральные числа — 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. А что потом, что после и так далее? Вот есть какая-то омега, это называется бесконечность, она называется омега. А после этой омеги слои и так далее, там омега плюс 1, омега плюс 2, омега плюс 3 и так далее, потом будет омега умножить на 2, потом омега умножить на 3 и так далее, потом омега в квадрате, омега в кубе и так далее, омега в степени омега, там разные башни из омега и так далее. Ну, а на самом деле, все это все еще будет счетная мощность. Но оказывается, что можно так далеко пройти, что все, что более чем счетное, тоже в это и так далее включится. На самом деле это связано и с теорием о двух апельсинах, и с аддитивной нелинейной функцией. То есть все это основано на группе утверждений, которые все друг с другу следуют. Значит, одно утверждение — это аксиома выбора, второе утверждение — теорема Цермела, как раз, что можно как угодно далеко после и так далее пройти. Ну и дальше там есть Лемма Цворна, там Принцов Холсдорф и так далее. Да, и так далее. Значит, во-первых, очень важно, что, как вообще Ломоносов говорил, что математику затем учить следует, что на ум порядок приводят. Но логика его еще более приводит в порядок, потому что логика как раз и построена на анализе рассуждений. То есть так вы лучше начнете понимать, как вообще строятся рассуждения, в том числе ваши собственные. Это как бы такой общий навык. Но есть на самом деле конкретные навыки. Например, да, вот я сказал чуть раньше, что невозможно по программе понять, что она делает. Но вообще-то нам бы очень хотелось понимать по программе, что она делает. И более того, если есть какой-то редкий случай, который не попал в тестирование, а потом на практике в этом случае, когда что-то плохое случится, такого нам хотелось бы избежать. То есть хотелось бы, чтобы по использованной программе было прямо, можно было доказать, что она делает ровно то, что предписано. И вот есть область, которая называется «верификация программ», которая как раз построена на том, что формулирует теорема, что вот, ну это про вообще, про любую программу нельзя понять, что она делает, но про какую-то конкретную все-таки можно понять. Вот, формулирует теорема, что вот эта конкретная программа делает там то, что нужно, вычисляет как конкретную функцию. И вот эта теорема доказывает с формальными методами. Ну, а вообще формальные доказательства — это такой длинный-длинный список каких-то утверждений, которые сами на формальном языке записаны. И про каждый из них проверяется, что оно по правилам получено. Вот. И, соответственно, компьютерной проверке доступны гораздо более длинные доказательства, чем человеческой, и гораздо более скучные доказательства, чем человек может прочесть. Поэтому вполне может быть, что там к программе изготавливается еще формальное доказательство, там на десятки тысяч строк, что оно делает все правильно, и про это доказательство может быть еще отдельно проверено какой-то общей системой. Принцип, который компьютерные доказательства — это вообще некоторая общая тема. может быть, даже если вы все-таки математик, да, и хотите только теорема доказывать, можно это делать отчасти, используя компьютер. И, соответственно, чтобы понимать, что там происходит, тоже, конечно, нужно знать логику. Есть, наверное, и более хитрые приложения мат-логики в каких-то таких прикладных областях. Ну, например, есть такой подход, что база данных заменяется на базу знаний. Грубо говоря, в базе данных у вас просто большая таблица, где написано, что там характеристика «такая-то равна тому-то», «такая-то равна тому-то», «как это все связано между собой». Вот такое называется база данных. А в базе знаний записывают какие-то утверждения. И, соответственно, когда вы делаете запрос к базе знаний, то это не обязательно, что вы из ячейки берете конкретное значение, а может быть из тех утверждений, которые там записаны, вы производите каталогический вывод и, исходя из этого, возвращаете ответ на запрос. Ну и, конечно, для того, чтобы такое проектировать, нужна логика. Бывают приложения, где разные неклассические логики используются, например, там, нечеткая логика или темпоральная логика, где, на самом деле, в классической логике утверждение либо истинно, либо ложное. Ну а в нечеткой оно может быть истинно с какой-то степенью или с каким-то условием. Темпоральное означает, что нас интересует, что в какой-то момент будет истина, и так далее. В курсе мы, правда, этого все-таки обычно не проходим, хотя в некоторые годы бывало. Но, конечно, если вы в эту область придетесь потом, то фундаментальное знание логики очень поможет. Нет, ну вообще есть очень хорошая трилогия, по которой я и лекции читаю в большинстве своем. Это трилогия моих учителей Николая Константиновича Верещагина и Александра Шиня. Трилогия называется просто «Лекции по мат-логике». Три книжки называются «Начало теории множеств. Языки и исчисления и вычислимые функции». Там, в принципе, написано почти все, что есть в курсе. Вот, ну из чего-то такого более популярного, ну, можно читать книжки Смайлиана, которые многие переведены на русский. У него есть прям совсем популярные книжки даже для школьников, а есть, наоборот, учебники, которые тоже можно читать. Но вообще, на самом деле, более-менее у каждого уважающего себя ученого, который мы в курсе проходим, есть некоторый учебник по логике. Вот, некоторые получили, некоторые похожи, ну, там, или Чёрч, там, Клиния и многие другие написали некоторые книжки. Вот, ну, правда, некоторые книжки, написанные давно, сейчас читаются как-то сложно, потому что они все-таки излишне формально пишутся. Хотя мы говорим о формальных вещах, но, тем не менее, опять же, человеку не всегда удобно воспринимать такие вещи, даже если он логик. А у него есть книжка, которая называется «Как же называется эта книга?» Вот, да, как раз много разных парадоксов. Прямо на обложке так написано, как же называется эта книга, вопросительный знак. Вот. А, еще же есть эта книжка, есть книжка по названию «Гёдель, Шер, Бах, это бесконечная гирлянда». Она тоже переведена на русский язык. И она вообще далеко за рамки логики выходит, да, то есть там от логики Гёдель, как бы, Шер от искусства изобразительного, Бах от музыки. Вот. Но там про очень многие вещи написано и прямо, и иносказательно. Почему она вообще говорит и про логику, и вообще про законы мышления, про то, что такое там истина и так далее. Не, ну я лично люблю это все за красоту математическую, да, то есть вообще, если теория некрасивая, то мне неинтересно ее изучать, даже если она прикладная. Вот. Но это, конечно, это личный взгляд. Да, например, лично мне не очень нравятся дифференциальные уравнения, но кто-то другой их, наоборот, очень любят и видят красоту, вот. Ну а я вот вижу красоту в логике, в теории вычислимости, ну и во многих других вещах, да. То есть на самом деле теория вычислимости продолжается в другом моем курсе, под названием «Сложность вычислений», где нас интересует не только, что в принципе можно вычислить, но и что можно вычислить быстро, что на самом деле и важно на практике. Если ваша программа работает верно, но очень долго, то это, конечно, хорошо, но недостаточно. Хорошо вопрос. Так, ну, напустные слова, напустные слова такие, что соразмеряйте силы с задачами и лучше изучите не весь курс, но хорошо, чем весь курс поверхностно. Значит, мы в этом плане вам поможем, разложив разные темы на уровне сложности, вот. И, соответственно, можно идти по уровням, да. То есть важно, чтобы из всех частей курса вы знали базовые вещи. И знали хорошо, знали, прям не выучили, а прям понимали. Вот. Если вы поняли базовые вещи, можете изучать более продвинутые. Если изучили более продвинутые, можете изучать даже то, что вы в курс не проходили. Вот. Такое напутствие. В курсе. В курсе. Продолжение следует...